Спасибо всем, кто поддерживает канал донатами, подпиской и распространением контента. Держимся на ваших благодарностях. Как вы понимаете, политика армянофобии в стране азербайджанской продолжается, несмотря ни на что. И есть этому результаты того самого зомбирования масс, исходящих из 90-х. Затрачиваются огромные деньги, чтобы доказать всем и вся, что армяне, дескать, это не армяне, что Армении никогда не было, что армяне это племя, черт знает какое, пришедшее в мифотворный западный Азербайджан, то из Балкан, то из Индии, то отсюда, то оттуда. Короче, полный ордан-бурдан, выражаясь языком азербайджанцев. Привыкший к купле-продаже народ, искусство которого тянется еще с советских времен, Азербайджан, делает все для этого, все возможное и невозможное. Но при ясном изучении вопроса окажется, что племенами все-таки являются вовсе не армяне, а сами те, кто об этом больше говорит. Что это? Комплексы? Давайте разберемся, рассмотрим, досмотрев этот выпуск до конца. А заодно узнаем, кем были для азербайджанцев турки, с которыми они нынче лобызаются. Начну с того, что старые зрители канала «Антитопор» за эти долгие годы увидели и ознакомились с сотнями изданий независимых источников, которые я вам предоставлял. Ни разу не было никакой отсебятины по той причине, что мне она не нужна. За нашей спиной история, а за спиной алиевских выкормышей – вымысел. Отсюда они стараются отсебятины, а я всего лишь показываю и сравниваю, что их отсебятина, гроша ломаного, не стоит. Так и сегодня. Начну выпуск сначала с изданий, а потом перейдем к основному вопросу. Вот, к примеру, если не ходить далеко и не углубляться в историю, а взять только вещи, что находятся на поверхности. Например, XIX век, начало XX, когда в закавказском или кавказском регионе понятие «азербайджанец» было так же в диковинку, как сейчас «белуч» или «синг», то мы увидим, что еще совсем недавно азербайджанцев, как этническое явление, никто и не замечал. Например, научное издание Российской империи конца XIX века «Кавказ и его обитатели» здесь описываются народы Кавказа, войнахи, адыги, лезгины, аварцы и прочие. Две главы посвящены крупным ее жителям. Это Грузия, Иверия и Картвелия, то есть экзоним и этноним Грузии, и Армения, Гайастан, экзоним и этноним Армении. Азербайджан и азербайджанцы научное издание XIX века не приметило. Досадно. Или заметки швейцарского путешественника начала XIX века Фредерика Дюбуа де Мампере. Путешествие вокруг Кавказа. Этнограф посетил черкесов, абхазов, побывал в Грузии и Армении. Но Азербайджан тоже не приметил. Или многотомник Российской империи 1848 года, где один из томов посвященный Грузии и Армении. Как вы заметили, эти две области в составе Российской империи всегда шли следом одна за другой, а Азербайджан все где-то в аутсайдерах пребывает. Сдается мне, что он и есть в качестве области иранской провинции к югу от Аракса, за пределами нынешнего Арцаха-Карабаха и тем более нынешней Азербайджанской республики. Искусственно созданный. Или журнал «Война и культура» в номере за 1914 год, одна из глав которой «Армяне и Армения» посвящена армии армянской с древнейших времен до включения в Российскую империю. А в многотомнике московском 1885 года Армения описывается с V века по XIX. И тут уже ближе к современности описываются даже отдельно карабахские армяне. Цитирую. Эти же карабахские армяне, как одни, так и со своими единоверцами из Армянской области, как до, так и после присоединения к Российской империи, беспристрастно боролись с теми же народами, да и ныне готовые по первому призову нашего правительства взяться за оружие против своих врагов. А в современном издании «Древний Кавказ» с V по IX главы посвящены Армении и Грузии от Урарту до распада этих государств и снова возрождение. Прикреплена и карта французского географа XVIII века Моля, карта Персии, где на севере указаны Грузия, Армения, и в качестве персидской области маленькими буквами Азербайджан. Как я и говорил, к югу от Аракса, за пределами нынешней страны Азербайджан. Именно тогда, когда тюркоязычные шиитские племена жили разбросано по этой провинции Азербайджан и на территориях Армении и Шервана, и произошла одна из трагедий человечества. Вот мы говорим о массовых истреблениях турками армян, ассирийцев, понтийских греков, езидов, русских молокан. А знаете ли вы, что первый свой дженосайд османы устроили далеко не к этим народам, а к предкам нынешних азербайджанцев, предкам тюркским шиитским племенам? Это случилось в XVI веке при султане Селиме Явузе. Это было страшное кровопускание в отношении шиитских тюркских племен. Примечательно, что османы в то время называли их гявурами. Да-да, некоторые из вас думают, что этот термин неверного относится исключительно к христианам, эпитет которым применяют мусульмане. Но это не так. В Османской империи гявурами назывались все не суниты. И этимология гявура в качестве неверного исходит от арабского кафр, проклятый. Таковы османы видели шиитов. В современном Азербайджане такие вещи принято скрывать. Ведь икедовляет бирмилляет. Вот и разница. Армяне не забывают своих предков и требуют осудить Турцию за ее злодеяние в отношении армян. А азербайджанцы в братья их стали записывать и наплевали на память предков. Только потому, что они говорят на общем, как им кажется, языке. Теперь, собственно говоря, о тех самых племенах, о которых я говорил в начале. Кто же они такие, эти предки азербайджанцев, которые состояли из кочевых и полукочевых племен разных шиитских туркменских групп. И сформировавшийся как цельный народ азербайджанцы только в начале 20 века при Сталине. А некоторые до сих пор ведут споры. Хуис Азербайджан лилар и как им лучше себя называть. Ведь это России пришло в голову назвать их азербайджанцами. По соседней иранской провинции. С перспективой присоединения онной к России и далее к СССР. Вот, например, паспорт гражданина СССР Наима Керима Алиева Аллагулу Улы, выданный в 1931 году. До того, как он станет азербайджанцем в 1937 году, человек пишется турком Шахсевеном. Тогда они еще так же не знали, что Низа Ами – это азербайджанский поэт. Классик еще был персидским поэтом. И во всех изданиях того периода именно так он и был записан – персидским. Чтобы он стал окончательно азербайджанским, нужно было все эти кочевые и полукочевые племена сформировать в один народ. И только потом снабдить их писателями и героями персов. Как вы понимаете, Шахсевены были одним из полукочевых племен, которых возлюбил иранский Шах за преданность. Поэтому они так и назывались – Шахсевен – любящий Шаха. Заметьте, не Султан Севен – османского султана, а Шахсевен – персидского Шаха – любили. Некоторые Шахсевены до сих пор кочуют на просторах Ирана в 21 веке. Живут в шатрах, как и их предки. Об этом снят великолепный фильм, который можно посмотреть в Ютюбе. Их десятки таких кочевых и полукочевых племен, которых собрали в один азербайджанский народ. Были еще такие терекемены в начале 20 века, кочевые обитатели Шервана, севера Ирана и восточной части Армянского Нагоря. Терекемены их нарекли иранцы – таркаман, то есть туркмены. Турки же называли их карапапахами из-за ношения ими черных попах. Некоторые из них не подпали под советскую власть, так и называются карапапахами. Это те, что проживают в восточной части Армянского Нагоря на территории Турции. Были также падары. Позже их тоже включили в азербайджанский народ. Это полукочевые скотоводческие племена, чьи шатры были раскинуты близ Каспия у границ современного Дагестана. К примеру, аварцы и ряд других дагестанских народов по сей день азербайджанцев называют падарами. Предки падаров имеют монгольские корни, но с течением веков смешались с огузами, и к началу 20 века почти лишились эпикантуса и всех монгольских черт. Названы они в честь монгольского полководца и внука Чингисхана Байдара. Можно рассказать и о байрумах, других кочевых и полукочевых племенах, из которых соткали азербайджанский народ в СССР, обучили грамоте, создали литературу и музыку на основе персидской и так далее и тому подобное. Вот вам и древние азербайджанцы с древней культурой. Можете проверить все мои слова на подлинность, если имеются сомнения и вы не знакомы с тюркологией. Тюркологии чистые, непредвзятые, непритянутые за уши в Баку и на деньги бакинские. О кочевом и полукочевом прошлом говорят и названия на азербайджанском языке – фруктов и овощей, из которых скотоводы-кочевники редко готовили блюда. Оттого у оседлых армян и персов имеются собственные названия фруктов и овощей, а у азербайджанцев – нет. Все названия заимствованы. К примеру, ну не все, 90% точно заимствованы. К примеру, по-армянски – помидор лолик, а по-азербайджанский – помидор. Огурец по-армянски – варунг, а по-азербайджанским – на азербайджанском – хияр, перенятый с арабского – эль-хаяр. Капуста по-армянски – кахамб, по-азербайджанский – келян, перенятый с персидского – калом, и так далее, и тому подобное. Не стыдитесь своего прошлого ради того, чтобы коверкать историю тех, чьи предки веками и тысячелетиями жили и творили в регионе, и чью культуру вы используете в наши дни, приплетая чужие земли – земли армян, земли иранских народностей, земли лезгинских народностей, земли грузин. Мира вам! Спасибо всем, кто поддерживает канал, донатами, подпиской и распространением нашего контента. Держимся на ваших благодарностях. До встречи! Зрители канала «Антитопор» знают уже, что на протяжении трех лет «Антитопор» выпускает такие вот уникальные календари вокруг света армянского. Он был выпущен вот в 2019 году, они закончились сразу же. Далее был календарь вокруг света армянского за 20-й год прошлогодний, будь он проклят. И вот календарь за, значит, 21-й год. Точно такой же вокруг света армянского. Ну, кто не знает, кто еще не сталкивался с этими календарями, я немного расскажу и покажу. Ну, вот, значит, здесь на каждый день какие-либо события из армянской истории, армянской культуры и так далее. На каждый день круглый год. То есть информация ни в коем образом не повторяется из года в год. И все эти календари, если удастся собрать, это будет такая мощная, интересная энциклопедия в виде такого дайджеста ежегодника. Но, к сожалению, первые два номера еще не успели многие приобрести. Их, к сожалению, уже нет, еще раз скажу. Но за 21-й год вы уже можете приобрести. Кстати, их осталось совсем немного, всего 80 штук. И если вы желаете их приобрести, показываю. Вот под этим экраном есть стрелочка, нажмите на нее. Там, значит, имеется ссылка. Написано «Календарь» и ссылочка. Зайдите на эту ссылку, заполните там купон, ознакомьтесь с информацией, как заказать календарь. Вот там все написано четко. Затем заполните купон, прикрепите чек, и написано, куда это все отправлять. Если вы чего-то не поняли, значит, пишите на мою электронную почту. Я вам все расскажу. Это адрес моей электронной почты находится там же, где и ссылочка, как заказать этот календарь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!